Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Металик Дени и сегодня мы с вами посмотрим на 4 новые карты, уже фракции Нильфгарда, которые нам показали сегодня Гвинт Партнеры. Карты выйдут 11 июля, но на дополнение растущая волна. Сегодня мы посмотрим на 4 карты из 6, а завтра увидим оставшиеся 2 карты Нильфгарда и уже новые 2 карты Скеллиги. Порядок у карт, так сказать, в киоске был взят, проект решили сделать именно так, поэтому если вам интересен выход карт, в каком порядке не будет выходить и какие фракции будут следующие, то вся информация есть во вкладке сообщества на ютубе и в дискорд сервере, поэтому не забывайте подписываться на ютуб и вступать в дискорд сервер, там все анонсы и вся информация. Ну что ж, а мы с вами приступаем к обзору новых карт. Я думаю, что вы, надеюсь, что вы отошли от вчерашних чудовищ из КТЛ, очень жесткие картонки и, как я вам обещал, нам подвезут контроль, контроль этих самых карт. Адмирал Рампалли. Это Назирский адмирал, который упоминается в дополнении Кровь и Вино, в его подчинении был Дворецкий, Варнава, как-то так его там звали, который прислуживал потом Геральту. Давайте посмотрим на его способности, во-первых, картонка 4 золота, 12 провизий, человек-солдат-аристократ, имеет рвение, по приказу выбирает 3 вражеских отряда и добавляет им блокировку, яд и шпиона в порядке выбора. То есть не в какой-то одной карте, а именно 3 разным картам выбирает разные категории, в том порядке, в котором они идут. То есть выбрали первый отряд, ему дали блокировку, выбрали второй отряд, ему дали яд, выбрали третий отряд, ему дали шпиона. Три разных отряда, не один. В конце вашего хода он будет усиливать эту карту, назначение равное максимальному числу статусов по вражеском отряде. То есть, допустим, у противника есть отряд, который имеет 3 разных статуса, допустим, Кровоток, Обреченность и Блокировка. Соответственно, он будет усиливаться, ну, это наибольшее количество статусов у одного отряда, соответственно, он каждый ход будет усиливаться на 3. Ну а если 4 статуса, то на 4, каждый ход То есть по размещению он сразу уже себя окупает, сразу делает хороший, так сказать, импрув То есть и заядеть карту может, и заблокировать какую-то важную карту И шпиона добавит, чтобы как-то переиграть удары милосердия или чем-то еще Плюс от этих статусов у нас прокачиваются там мимо и жаждой Как вы можете понять, все-таки аристократы у нас будут прокачиваться и улучшаться То есть эта карта скорее будет не в солдатах, так как имеет текст солдат, а именно в аристократах Очень даже хорошая карта, я думаю, что эта карта поможет аристократам Подняться, выйти, так скажем, из теневого тира 3 до тира 2 точно А то и до тира повыше, потому что какие-то жирные тушки контрить по типу новых агроидов Я думаю, самый раз, то есть эта колода будет топ-1 по контролю этих самых агроидов Потому что жирные тушки будут от ядов умирать Переходим к следующей карте, и следующая карта у нас карта тактики Все по местам, эпическая, спелл за 10 провизий Вы играете не более двух бронзовых карт за вашей руки, а затем берете столько же карт То есть без разницы, какие у вас карты, карты тактики, карты спеллы, карты отряда Главное, чтобы они были бронзовые, и вы сразу две карты можете разыграть Ну, первое, что приходит в голову, например, сыграть два яда Вы можете играть два яда и сразу уничтожить какой-то отряд И доберете столько же карт Какие еще можно комбинации придумать? Вот у вас есть карта Ян Кальвит, которая сортирует все ваши карты по стоимости найма Соответственно, вы сыграете две бронзовые карты, а себе в руку доберете две золотые карты Тоже жестко Еще вот, например, в Дискорде предложили уже вариант Играть их в этих, в сектантах То есть можно сыграть Лютика, Лютиком сыграть эту карту И эта карта еще сыграет две бронзовые карты Ну, типа, это пипец какой-то То есть огромное количество сектантов за ход Это очень-очень много, это очень-очень жирно Поэтому я думаю, что эта карта будет играть в каких-то, знаете, мидрэнжовых сборках Сборках, где не играются тактики То есть каких-то абуз, мидрэнж, вот что-то такое То есть в классических тактиках вряд ли будет играться картонка В аристократах может быть Но как будто бы у аристократов и так хватает своих карт Им еще новые добавляют И эта карта как будто бы не особо вписывается Что еще лично мне пришло в голову Это, например, Кальгрим какой-нибудь Прокрутка или наоборот Мил Сыграть сразу двух убийц королей Или сыграть, например, сразу Какие-то ведьмаков, которые наоборот Гадят в руку оппонента Что-нибудь такое То есть вы себя прокручиваете И сразу две жирные, какие-то важные карты играете В общем, что-то такое Поживем и видим Выглядит неплохо Для тактик как будто бы в ней нет места Потому что у тактик тоже все хорошо Там и удар милосердия, и янка львеет У них всего хватает, я думаю Им эта карта не нужна Но она сильная Переходим к следующей карте Следующая карта у нас Имперский морпех Человек-солдат Имеющий обход Сама карта имеет 4 силы И 5 провидий Карта бронзовая Имеющая обход Рвение и приказ Она выбирает карту из вашей колоды В конце вашего хода Перемещает эту карту Выбранную на позицию вверх в колоде Если эта карта лежит вверху То вместо этого Вы усиливаете ее на 1 Но не ее Не вот эту Не карту, которую вы выбираете А именно ее И не зря это пометил Я думаю, лингвисты сейчас могут повнимательнее прочитать Что текст на английском языке Она усиливает себя на 1 Вот то есть эту карту Поэтому многие уже эту карту Затронили с Альбрыхом В комбинации Но повторюсь Она будет усиливать не Альбрыха А себя С одной стороны это минус С другой стороны это плюс Так как перебафать Альбрыха Наверное плохо Соответственно в архетипе Альбрыха Эта карта может являться неплохим движком Вы поставите несколько таких картонок И после этого Будете перемещать Альбрыха Ну он всегда у вас будет наверху Вы будете Альбрыха Обратно наверх перемещать Наверх, наверх, наверх Прожимать А он у вас наверху И эта карта будет пассивно качаться На 2 каждый ход И это только одна карта Если поставить вторую карту Если по гонщикам сыграть еще одну карту То по сути ваш Альбрых лежит наверху А эти карты Движочки Благодаря обходу Качаются Так как Альбрых повторюсь У вас всегда будет лежать наверху И вместо усиления на 1 Будете получать усиление 2 Поэтому карта неплоха То есть вам дают огромное количество Сейчас карт Которые будут связаны с аристократами А эта карта будет связана с Альбрыхом Я очень рад что не только один архетип Бафается Вот у Нильфгарда Еще и второй Поэтому Неплохая карта Посмотрим как она будет реализовываться Через Альбрыха Возможно Альбрых опять войдет в мету Хотя бы на тир 2 И последняя карта Которую нам на сегодня показали Это Карта Катриона Машина Корабль Если вы не знаете То бич Катриона Это кровавая лихорадка Ужасная болезнь Которая Настигла Нильфгардский корабль Распространилась эта зараза Из-за цири Из-за ее перемещений Прыжков Во времени и пространстве Зараза попала на ее одежду Соответственно уже в дальнейшем на корабль А по кораблю распространилась она Через крыс корабельных И так она соответственно распространилась по континенту Лорова карта Обусловлена То есть она как бы Логична А то что она будет добавлять яд Давайте почитаем что она именно будет делать Катриона Машина корабль Имеет обход Сама по себе карта 5 силы 10 провизии Эпическая Имеет обход И по приказу добавляет яд отряду Который не находится под действием яда И имеет не менее одного статуса Ну не менее одного статуса То есть более одного статуса То есть вы можете выбрать Любой отряд у которого есть Статус кроме яда Любой отряд у которого есть Хотя бы один статус кроме яда Соответственно вы убиваете Ну не можете этой карты сразу Убить например отряд с ядом Можете только яд этот добавить Она имеет один заряд И в конце вашего хода Вы получаете заряд Соответственно если вы ставите ее В рукопашный ряд И у нее работает обход То она будет получать Аж два заряда Если вы ставите в дальнобойный ряд То она будет получать Лишь один заряд Но также будет укреплять себя Через броню То есть будет добавляться ей броня Повторюсь, что вы сразу не ваншотите отряд Благодаря этой карте Плюс она не имеет рвения То есть у нее приказ Если вот у предыдущей карты есть сразу рвение приказ То здесь именно обход приказ без рвения То есть вы ее просто поставите И она будет стоять И зачастую, скорее всего, вы будете играть ее в дальнобойный ряд Чтобы она хотя бы себе броню добила Потому что у нее приказ Вы все равно ее никак не воспользуетесь Соответственно, эта карта на 5 Ее легко законтрить В дальнобойном у нее будет 5 и 1 броня То есть шестерка Это тоже легко законтрить И тут уже вопрос в ее выживаемости Опять-таки, многие не верят в такие карты Но вдруг они опять вот Такие карты могут стрельнуть И могут как бы прикольно себя преподнести Но пока что она напоминает мне какую-то толстую хельгу Которая в теории имба А так вот если попадешься в мирор В толстой хельге Или просто в какую-то контрольную дечку Ну, вы проиграете Поэтому в теории имба Но на практике может возникнуть проблемы Опять-таки, под эту карту поставить защитника Ну, дорогая как будто бы Если в эту карту прилетит блокировка Есть, например, такая карта Которая часто играется в аристократах Это, например, Гиночерпи Которая может добавить яд Либо очистить отряд Поэтому, лично я не знаю Я бы попробовал с этой картой Как-то поиграть, поэкспериментировать Но пока что как-то спорно Очень и очень спорно Было бы у нее рвение Возможно, вот так Как будто бы аристократам И так хватает сильных карт И это не та карта Которую хочется увидеть Тем более, она корабль То есть, она не аристократ Не активирует сценарий Даже не солдат То есть, там у нее как-то под солдат Как-то подстроить ее Ни туда, ни сюда В общем, не знаю В теории имба На практике пока посмотрим Вот такие вот, ребят, карты Нам сегодня показали Ну, первые две карты Очень неплохи Эта карта, я думаю Аристократов на новый уровень Поднимет Поэтому посмотрим Как она будет дальше Пока что, вроде как, неплохо Из минусов Что могу сказать Это то, что аристократы Стали по себе Вроде как, неплохи И как будто бы Хотелось бы баф Какие-то другие архетипы Тех же, например Конструктов и чародеев Каких-нибудь, не знаю Рыцарей, может быть Нильфгардовских Но не аристократов Поэтому для меня Баф, если честно Не совсем понятен Но как будто бы окей Как будто бы окей Это действительно интересно Поэтому посмотрим Какие карты Следующие две нам покажут Пишите свое мнение О данных картах В комментариях Я обязательно почитаю И отвечу вам Но вы были на канале Металик Дени Не забывайте подписываться Если вы не подписаны Ставить лайк Если еще не поставили лайки Ну и опять-таки Комментировать Как вам текущий патч Как вам текущие карты Что ждете от этого Я знал Что будет контроль Новых карт Поэтому я как бы И не так сильно Боялся Чудовища Не так сильно боялся Этих эльфов Потому что вот такой вот контроль В теории Все это проходит Но с вами посмотрим Это уже на практике Поэтому пишите свое мнение В комментариях Играйте на хороших колодах Не играйте на плохих колодах Не забывайте по счету стримы Всем удачи, ребят И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok